Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников. Сегодня смотрим работы Лоуренс Альма Тадеема. Очень красивая работа. Британский художник нидерландского происхождения, писавший картины преимущественно на исторический сюжет. Один из наиболее известных и высокооплачиваемых художников викторианской эпохи. Я пользуюсь википедией. Родился в 1836 году в небольшой деревне во Фрисландии на севере Нидерландов был шестым ребенком деревенского нотариуса. Тадема это старая фрисская фамилия, означающая Адамов сын. В 1838 году семья переехала Леварден, где нотариус больше зарабатывал. Лоуренс осиротел в возрасте 4 лет. Мать имела склонность к искусству и решила, что дети должны учиться рисованию. Лоуренс получил первые уроки вместе со старшими братьями у местного художника. Предполагалось дать ему юридическое образование, и Тадему определили в гимназию, где он увлекся историей. Но продолжал самостоятельно совершенствовать себя в рисовании, руководствовался трактатом Леонардо да Винчи, посвященный начинающим художникам. В 15-летнем возрасте ему поставили диагноз «чахотка». Ожидая смерти, он еще более интенсивнее занимался графикой и живописью, и матери пришлось согласиться с его желанием стать художником. Создал первые свои станковые работы. Это портрет сестры Артье и автопортрет. Это было в 1850 году. Выздоровел, поступил в Королевскую академию Антверпена, обучался 4 года. Главным его наставником был Эгидиус Ваперс. Покинул академию, начал углубленные занятия истории и архитектуры древних народов под руководством профессора Людвига Яна де Тейе, у которого слушал курсы истории и исторического костюма. Через некоторое время стал работать с художником Хендриком Лейсом, чья школа была одной из самых известной в Бельгии. В поисках собственной темы Лоренс впервые обратился к античным сюжетам. В 1861 году он написал свою первую масштабную работу «Обучение детей Хлодвига», выставленную на академической выставке в Антверпене. Сюжет простой «Дети Хлодвига» под присмотром их матери и духовника упражняется в метании боевых топоров. Он тщательно работал над этой картиной в общей сложности более или около двух лет. Сохранилось несколько эскизов. Успех работы изложил основу дальнейшей популярности художника. Картину одобрили не только критики и коллеги, но и король Леопольд. По мнению Шестимирова, это искусствовед, автор ряда книг, Тадемо открыл новое направление в европейском искусстве. Будничный исторический сюжет представлен с такой основательностью, что казалось, будто от меткости детей зависела судьба страны. Он сближает историю с современностью, и кажется, что искусство и литература, а не воины, единственно возможный путь развития общества. Когда у Альмы Тадемо спросили, почему он постоянно пишет варваров, он ответил, что сами по себе варвары значения не имеют, но они живописны. Через некоторое время Альма Тадемо стал работать самостоятельно, покинул мастерскую Лейса, постепенно сделавшись академическим художником европейского уровня. Совершил путешествие в Англию, подолго работал в Британском музее, музее Виктории и Альберта. Художника увлекла еще более глубокая древность, его заинтересовал древний Египет. Надо сказать, что Альма Тадемо особенно внимательно изучал живопись Питера де Хоха. Встречается также утверждение, что использование приемов, характерных для 17 века, объяснялось желанием составить картину на исторический сюжет, сделать ее более похожей на классический оригинал. В 1863 году умирает мать Альма Тадемо. И вскоре он женится на француженке Мари Полин Дюмлен Гресен де Бажерар, дочери журналиста, живущего в Бельгии. Медовый месяц они провели в Италии, побывали во Флоренции, Риме, Неаполе, Помпеях. И, конечно, Италия радикально поменяла тематику работы Альма Тадемо, а отныне он разрабатывал сюжеты из античной истории Греции, Древнего Рима. Это стоило, конечно, ожидать. У супруга было трое детей, один скончался через несколько месяцев после рождения от Оспы, дочери Лоренс и Анна. Имели художественные наклонности, одна стала писательницей, другая художницей, но обе так и не вышли замуж. Вскоре Альма Тадемо знакомится с Эрнеста Гамбаром, влиятельным бельгийским издателем, продавцом произведения искусства. Гамбар был впечатлен древнеегипетскими картинами, заказал ему серию из 24 полотен, устроил первую выставку в Лондоне. Через некоторое время Альма Тадемо был награжден Орденом Леопольда, когда переехал в Брюссель. Подписал с Гамбаром еще один контракт на 34 картины, а вскоре после покупки нескольких картин коллекционером Хосе де Мурьетто ему заказали еще 49 полотен. Каждая картина оценилась от размера от 80 фунтов до 100. В 1869 году умирает его жена в возрасте 32 лет. После кончины жены художник четыре месяца не мог ничего делать и о дочерях заботилась старшая сестра Артея Тадемо. Скоро переезжает в Англию в связи с проблемами со здоровьем. Бельгийские врачи оказались не в состоянии поставить ему диагноз. Был принят в доме художника Форда Брауна. У Брауна он встретил свою будущую вторую жену Лауру Терезу Эпс. С началом франско-прусской войны Альма Тадемо окончательно перебирается в Англию с дочерями и сестру и даже переделывает свое имя на английский манер. Активно общается с Лаурой Эпс, сделавшись ее учителем живописи. Отец известный врач Джордж Наполеон Эпс поначалу был против отношений. Художнику было 34 года, его ученице 17. Против брака высказался гамбар, который опасался, что женибе снизит продуктивность художника. Но тем не менее в июле 1871 года Альма Тадемо женился во второй раз. Лаура сама стала известной художницей и неизместно служила моделью для его полоти. Они проводят месяц в Бельгии, Нидерландах, после чего по возвращении поселились в собственном доме в фешенебельном районе Эриджен Парк. Надо сказать, что второй брак Альма Тадемо был бездетным. Художник был принят при Рафаэлитов, особенно тесно сойдясь с Лейтоном, Рассетти и Милле. Быстро завоевал расположение собеседников, и в доме устраивались салоны, на которых собирались выдающиеся художники-композиты. В 1872 году Альма Тадемо организовал каталог своих работ, где каждая картина имела номер. Надо сказать, что Лаура Альма Тадемо тоже стала известной художницей, ищая художественная манера очень похожа на манеру мужа, и подписывалась она той же фамилии, но не ставила каталожного номера картины. Супруги совершили поездку в Бельгию, Германию, Италию. В Италии они много времени проводили на археологических раскопках, в Помпеях приобрели и сделали множество фотографий, что наряду с большой библиотекой было важным источником для работы художника. В 1873 году он получает официальное письмо королевы Виктории, представлявшее ему британское подданство. После весенней выставки того же года он был принят экстраординарным членом королевского общества живописцев по разряду акварели. В 1874 году взрывом боржи с порохом был уничтожен дом Альма Тадемо в Лондоне. Но в это время они гостили Шотландию поэта Уильяма Белли Скотта, он должен был делать иллюстрации к его сборнику. Чудом не пострадала ни одна из картин, однако пользоваться мастерской было совершенно невозможно. Разрушение вынудили художника снимать студию. И 1875 год он провел в Риме. Работал как график, акварелист. В это время развился оригинальный творческий метод. Художник выполнял первоначальный набросок. Если это требовалось, писал этюд прямо на том же холсте, на котором затем создавал окончательный вариант. В 1878 году отправил 10 полотен на британскую секцию Всемирной выставки в Париже, но получил только серебряную медаль. Золотая досталась баварцу Херкомину, о чем художник с раздражением писал Гамбару. Обиду скомпенсировало звание офицера почетного легиона, присужденное в конце выставки. Получает звание действительная академика Королевской академии художеств, что стало самым значительным из его достижений. 15 августа 1909 года в возрасте 57 лет скончалась вторая супруга Лаура. Ее смерть стала тяжелым ударом для художника. Он пережил жену менее чем на три года. 28 июня 1912 скончался в возрасте 76 лет. Захоронен в соборе Святого Павла в Лондоне, близ могилы Антониса Ван Дейка. После смерти его состояние оценивалось 58 тысяч фунтов. Это около 5 миллионов фунтов по ценам 2013 года. Непроданные крупные композиции поступили в музеи Антвертона, Парижа. Коллекция фотографий была передана в музей Виктория Альберта. Дочери по завещанию получили только по 100 фунтов каждая, не считая мебели и личных вещей. Дом не могли продать до 1920 года. Ну вот в завершении надо, наверное, прочитать некоторые высказывания о Альфа-Тадеме. По мнению британского искусствоведа Вуда, Альба-Тадема в первую очередь был голландским художником. Его художественное образование и характер его искусства были сугубо голландскими, а не английскими. Крамской писал, что может быть лучше Альба-Тадема, у него так много ума и образованности. В профессиональной среде получила известность суждение французского критика Сизерана. Этот великий художник достигает успеха только тем, что нарушает законы классической живописи, разрушает всякую группировку, на которой сжиждется классическая композиция. Вместе того, чтобы собрать эффект, он его разделяет. Вместо того, чтобы сгустить линии, он их разъединяет. Внимание зрителя постоянно отвлекается в разные стороны. В мае 1995 года на аукционе «Кристис» картина «Обретение Моисея» была продана за полтора миллиона фунтов. В 2010 году картина была вновь продана за 35,9 миллиона долларов анонимному покупателю, но новый рекорд «Аль Матадема» поставил на аукционе «Содбис». В 2011 году его картина встречи Антонио и Клеопатры была продана за 29 миллионов долларов. Ну, вот, собственно говоря, наверное, и все. Очень много информации, я уж не стал тут все читать. Давайте посмотрим работы. Пока-пока, до свидания. Сегодня мы познакомились с интересным художником Лоуренсом Аль Матадема, британский художник нидерландского происхождения, писавший картины преимущественно на исторический сюжет. Пока-пока, до свидания. Лоуренсом Аль Матадема